МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы будем рады встретиться с вами на Первом канале 1 апреля. В этот день общественное российское телевидение предполагает начать вещание. И поверьте, для нас Первый канал это не просто единичка на телеэкране. Первый телевизионный канал для всех профессионалов останется Первым. 1 апреля 1995 года на Первом канале, который десятилетиями привыкли называть Останкинским, начала вещать новая компания. И тогда место убитого Влада Листьева занял Константин Эрнст, генеральный продюсер общественного российского телевидения. Сегодня для него час пик. Добрый вечер. Добрый вечер. Константин Эрнст, 36 лет. Родился в Москве в семье биологов. Закончил Ленинградский университет. 10 лет занимался наукой. На телевидение попал случайно. Первый сюжет снял в 88-м для «Взгляда». Через два года вышла его авторская программа «Матадор». В 92-м получил приз Ассоциации независимой кинопрессы за лучшую передачу о кино. В 94-м стал секретарем Союза кинематографистов. В июне 95-го занял пост генерального продюсера ОРТ, но чиновником так и не стал. Как режиссер снимал русский проект, придумал старые песни о главном и сказке новой России. Издает журнал «Матадор». Не выносит лени, глупости и предательства. Любит одиночество. Считает, что достигнув успеха, надо уйти, чтобы успеть попробовать себя в чем-то еще. Константин, все-таки сегодня 1 апреля. Такое смешанное ощущение от этого дня. И грустное, и должно быть веселое. Я каждый раз удивляюсь тебе. Я не могу запомнить тему вашей кандидатской диссертации. Ну, исключительно только для тебя, потому что в какой-то момент я перестал рассказывать о своей биологической деятельности. У меня сложилось впечатление, что это некий концертный номер. Я специально стал биологом, защитил диссертацию, чтобы потом на телевидении рассказывать об этом. Но специально для тебя. Итак. Динамика синтеза мессенджер РНК при созревании ацитов млекопитающих инвитро. Хорошо, договорились. Не будем в это углубляться. Произнесено было млекопитающих, а значит и человека. О, опасная шутка. Почему? Ну, конечно, человек чисто биологически относится к разряду млекопитающих, но я боюсь, что мы входим в зону, которую не упустят телекритики. Ну, дадим им возможности. Ведь Пушкин писал, иной уж ждет уж рифмы Розы, на вот лови ее скорее, или что-то в этом роде. Да, пускай. К телевидению. Когда-то Константин Эрнст в одном из интервью сказал, я никогда не смогу, да и не буду, управлять творческими людьми. Это значит, продюсер, генеральный продюсер Первого канала не управляет творческим процессом? Я не управляю творческими людьми, я сотрудничаю, а творческим процессом я управляю. Все привыкли, есть такая идиома, это не моя заслуга, это сослуга всего коллектива, и вообще привыкли, что телевидение и кино – дело коллективное. Каков процент Эрнста в том, что показывает зрителю Первый канал? Лично Эрнста? Не могу этого определить, потому что при всем при том телевидение – командное дело, это не поза и желание показаться скромным, невозможно вычленить и выделить, кто что сделал. Почему тогда Эрнста называют, некоторые журналисты называют культуркиллером? Ну, это борьба в прессе вокруг каналов – это отдельная интересная тема, часто не совпадающая реально с тем, что происходит на канале. Потому что в газетах зачастую сводятся личные счеты или промотируются чьи-то интересы. Проблема в том, что наши телекритики – люди довольно субъективные и пристрастные. Зачастую они свои симпатии и антипатии выбрасывают на страницы своих газет, изображают то, что они, в общем, являются некими выразителями воли телезрителя. А телезритель голосует за тот или иной канал, включая кнопку. На этом мы тему критики закрыли. Я думаю, не будем к этому возвращаться, потому что, слава богу, существует статистика, цифры и некие факты. ОРТ – крупнейшая телекомпания России. Программы ОРТ смотрят более 145 миллионов человек на территории 11-часовых поясов. Поэтому компания ежесуточно формирует пять аналогичных программ, транслируя их в различные регионы в максимально удобное для зрителей время. По данным социологических служб, доля вещания ОРТ в целом по России в 96-м году составляла от 51,5% и выше, а в начале 97-го превысила 60. 15 из 20 наиболее популярных у телезрителей программ – передачи ОРТ. Из 50 фильмов, которые пользовались в 96-м году наибольшим успехом у телевизионной аудитории, 39 были показаны ОРТ. По данным КомКон-2, Russian Research и Фонда общественное мнение. Есть еще, с моей точки зрения, малообъяснимый факт. Сезон 95-96 года первый канал ОРТ побил европейские рекорды роста рейтинга. С чем это связано? Это связано было прежде всего, что за последние несколько лет Останкино, в силу того, что там очень часто, слишком часто менялись руководители, которые каждый вносил свою лепту в телевидение, не будучи профессионалом в основном. Так менялись правила, и так менялась рекламная ситуация, что канал, в общем, ну, я не скажу, что падал, но качество его ухудшало с каждым днем. И поэтому рекордные данные – это не только результат работы нашей команды, но и, скажем так, низкая стартовая позиция. В свое время Айзек Азимов сформулировал три закона роботехники. Когда ваша команда стала заниматься программированием, подбором кино, сеткой, существуют ли внутри команды некие принципы, некие три закона телевидения, на которых вы строите свое отношение со зрителями? Ну, я никогда не формулировал, как три закона, потому что это, в общем, довольно искусственная система. Основное, на мой взгляд, то, что мы всегда помним, то, что это общенациональный канал, это канал, который смотрит самая широкая аудитория. Мы обязаны учитывать интересы всех, и поэтому мы не можем выигрывать несколькими способами, которые могут позволить себе каналы, ориентированные на более узкую аудиторию. У нас больше табу, чем у других каналов. Мы обязаны информировать людей о положении в стране и развлекать их, потому что, когда нам бросают в упреку в том, что у нас слишком много развлекательного телевидения, я считаю, что это неправильно. В какой-то мере сейчас телевидение выполняет функцию психотерапевта. Люди тяжело живут, и приходя домой, им не очень хочется, чтобы их, говоря на сленге, грузили. Поэтому на Первом канале новости отличаются от того, что, скажем, люди видят по НТВ? Я думаю, что на самом деле здесь существует некий стереотип. Новости Первого канала за последний год, на мой взгляд, резко улучшились. Но существуют стереотипы, которые трудно оборвать. Три года назад НТВ захватило первенство в московском эфире за счет замечательного кинопоказа и блестящих новостей. Потом в ходе предвыборной кампании популярность новостей НТВ все стали говорить, что они более ангажированы. Я думаю, что на самом деле в тот момент, когда эти динамичные новости с оттенком оппозиционности на ура проходили в кругах телекритиков и интеллигенции, им прощали многие ошибки. Но разве сейчас не очевидно, что новости Первого канала проигрывают, например, НТВ по широте политической палитры на НТВ в новостях достаточно спокойно относятся к появлению и высказываниям самой крайней оппозиции, давая в противовес и президентскую команду. На ОРТ этого практически нет. Я думаю, что Первый канал всегда находится в более тяжелом положении, потому что он находится ближе к власти. Это канал 50% этого канала государственных. И поэтому, если НТВ частная компания, она может позволить себе большую степень свободы, то Первый канал должен быть сдержаннее и не может позволить себе определенную зону критики. Понятно. Какие новости вам, новости какого канала вам больше нравятся, как зрителю? Я смотрю новости в трех каналах, по крайней мере. И, конечно, я больше всего люблю новости Первого канала, потому что хочу, чтобы они стали еще лучше. Почему сейчас принято правило, что-то вроде крепостного права ведущий не может появляться на двух каналах? Канал – вещь живая. Это не некая машина или макаронная фабрика. Она ассоциируется с конкретными людьми. Но как можно ассоциировать канал с конкретными людьми, если этот человек появляется на одном, втором и третьем канале? Я думаю, что лица наиболее популярных ведущих, это, собственно, и есть лицо канала. И поэтому лица самых популярных ведущих одного канала должны появляться только там. Ну, разве зрителю не все равно, на каком канале он видит этого человека, который приносит ему удовольствие? Почему зрителю все равно каналу не все равно? Ага, значит, все-таки пришли к тому, что это продукт конкуренции между каналами? Да, естественно. За зрителя? Естественно, продукт конкуренции. Более всего зритель заинтересован в конкуренции каналов, потому что каналы вынуждены делать лучшие проекты, ставить лучшие фильмы, делать наиболее удобную для зрителей сетку. Я считаю, что конкуренция, в конкуренции каналов в первую очередь заинтересованы зрители. Существует в телевизионной среде азбучное такое определение, что функции телевидения являются информирующая, развлекательная и образовательная. Я абсолютно с этим согласен. Иногда включают воспитательную, вот против этого я выступаю. Телевидение вряд ли должно кого-либо воспитывать, потому что в таком случае считается, должно считаться, что те люди, которые руководят телевидением, учителя и воспитатели, я считаю, что это не так. Ох, какую подачу вы сейчас сделаете мне. 1 апреля. Пожалуйста, фрагмент. Папа объявил себя независимым, суверенным государством. К нему эмигрировал дедушка. Тогда мама объявила экономическую блокаду. Папа сел за стол переговоров. Они разделили сферы влияния и ввели таможенные пошлины и акцизные сборы. Но, правда, один раз дедушка арестовал бабушку за нелегальный переход границы. И чуть не случился конфликт. Но мама тут же обменяла кота, пойманного за шпионаж, на бабушку. И теперь они опять взаимовыгодно сотрудничают. Мне хорошо, у меня двойное гражданство, делаю, что хочу. фраза нам нечего делить никакой воспитательной функции не несет. Она несет функцию хлопка, напоминания. Это та вещь, которую знают все. Просто мы настолько забегались в нашей сложной жизни, что иногда стоит хлопнуть в ладоши для того, чтобы все на секунду остановились, посмотрели на это нормальными глазами и вспомнили, что нам нечего делить. А как вы относитесь к тому, что телевидение реально управляет общественным сознанием? Я думаю, что это неверное ощущение. Телевидение воздействует, конечно, на общественное сознание, но не управляет. Им слава богу. Секунду, а пример выборов президента России, когда рейтинг Ельцина был ниже 14 до выборов и все-таки заявным преимущественным он победил. Разве в этом огромный вклад телевидения? Насколько вы помните, выбирали не телевидение, а выбирали сердцем. Да, но роль волокордина телевидения разве не сыграла? Да, телевидение во всяком случае, наверное, воздействовало, но если телевидение в районе 90-93 года было больше, чем телевидение, перефразируя старую фразу поэт в России больше, чем поэт, то, на мой взгляд, последние три года телевидение чуть больше, чем телевидение. Что вы считаете самыми большими достижениями ОРТ за последние два года? И чем из этих достижений вы сами особенно гордитесь как продюсер? За эти два года появилось угадай мелодию, появились старые песни о главном, русский проект, появилось множество новых идей, которые притворяются сейчас. И телезрители голосуют за наш канал тем, что они чаще включают кнопки. Но я добавлю, мне кажется, пальму первенства ОРТ все-таки перехватило ОНТВ по качеству кинопоказов. Я это хотел сказать отдельно. Я считаю, что кино, которое показывается на Первом канале и отечественное и зарубежное сейчас лучше. Ни один канал не показывает такого качества кино. Хотя ОНТВ показывает действительно очень хороший кинематограф. А что кроме известного всем проекта Старые песни о главном, вашего персонального спортивного проекта, чему можно присвоить титул Придумано Эрнстом на Первом канале? Андрюш, я настаиваю вовсе не от ощущения любования собственной скромности. Дело это командное. Когда бразильская сборная выигрывает чемпионат мира, кто выиграл чемпионат мира? Хотя кто-то забил пару удачных мячей. Я иногда забиваю эти мячи. Иногда забивает кто-то другой из нашей команды, тематические продюсеры. Хорошо. Мы собираемся перед обсуждением каждого проекта, например, или перед версткой каких-то праздников. Мы собираемся много раз и устраиваем мозговой штурм. Кто бросил самую сработавшую идею, в данный момент не важно. Важно, что это выигрыш команды. и изображает эту идею замечательную придумал я. Я в какой-то момент понял, что мое личное тщеславие меньше, чем я про него думал. Когда я только пришел на телевидение, мне страшно хотелось попасть на обложки журналов. Я рад за вас. На обложки журналов увидеть свои интервью. Это произошло, и я понял, что в какой-то момент это уже ничего не дает для тебя. Ты не изменяешься от этого. Это некий опыт, который ты обретаешь, и если он у тебя есть, это важно. Но дальше тебе это ничего не дает. И поэтому гораздо важнее давать какие-то результаты, чем наслаждаться демонстрацией собственного авторства. Те, кто имеет отношение к кино, а тем более к телевидению, представляют, какой объем работы сейчас может быть у вас. И вообще с виду вы производите впечатление очень серьезного человека, который подтверждает значение в переводе на русский с английского фамилии Эрнст серьезный. Однако у Оскара Уайлда его персонаж совершенно противоречил собственной фамилии. Как у вас в жизни? Вы любите смеяться, розыгрыши, шутки? Остается для этого сила и время? Ну, силы еще остается времени совсем немного. Я считаю, что нет ничего глупее застыть в роли какого-то большущего начальника. Как видите, я не ношу галстук, и волосы у меня излишне длинные для руководителя канала. Я считаю, что это дает возможность не окаменеть и не изображать себя черт знает кого, а быть нормальным человеком, с подвижными мозгами, что, собственно, необходимо. Я вас видел не так давно на праздновании 60-летия ВТО скачущим в Канкане вместе с актерами и поющим фривольные песенки такого в капустнике. Ну, как-то, не знаю, руководитель, практически один из главных руководителей Первого канала, который пляшет вместе с молодыми актерами и актрисами. Вас как выгодом? Знаете, как раз после этого в театре Вахтанга ко мне подошел один известный человек и сказал, зачем вы делаете вы руководитель канала. Я считаю, что как раз это очень правильно. Каналами должны руководить живые, нормальные люди, которые могут отнестись к себе с юмором. А что касается конкретного капустника, то я пел арию телевизионного гостя, который должен был петь не я. Это номер из капустника, сделанный два года назад Гришей Гурьевичем. То, что было в этом году, было сделано больше двух лет назад. Существуют знаменитые праздники капустники на Старый Новый год в Доме актера. И однажды ночью, за несколько дней до Старого Нового года в 95-м году, в час ночи раздался телефонный звонок, я услышал голос Влада Листьева, который сказал «Слушай, можешь меня заменить?» Я говорю «Где?» «Нет, ты мне скажи, ты мне друг или не друг? Можешь?» На что я, естественно, сказал «Да». Я передаю трубку Гришу Гурьевичу, он тебе все объяснит. И Гриша Гурьевич объяснил мне, что Влад уезжает и не может петь написанную на него арию телевизионного гостя. И тогда, два года назад и сейчас в Театре Вахтангова я ее спел. Но я всегда помнил, на кого написана была эта ария. Спасибо. Это был час-пик для генерального продюсера ОРТ Константина Эрнста в день двухлетия обещания общественного российского телевидения на Первом канале. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова